Как выбрать маркетинговое агентство для продвижения бизнеса или онлайн-школы через YouTube? Сегодня поговорим об этом. Привет! С вами на связи Юлия Измайлова, практик по продвижению онлайн и офлайн бизнеса через YouTube, основатель агентства YouTubes. И сегодня мы с вами поговорим о том, как выбрать агентство для продвижения своего бизнеса или своей онлайн-школы через YouTube. Я думаю, эта тема очень актуальна на сегодняшний день. То есть поговорим о том, как же подобрать того подрядчика, с которым будет комфортно и эффективно работать на протяжении долгого времени. Давайте разбираться. Итак, самое первое, на что я бы рекомендовала обратить внимание при выборе подрядчика, агентства или может быть даже менеджера вашего YouTube канала, это на его кейсы и на наличие у этого подрядчика кейсов именно в вашей тематике. Я считаю, это один из основных пунктов. Почему? Потому что в данном случае у человека, у компании уже есть опыт работы в вашей теме, в вашей нише. То есть они уже это протестировали, они понимают весь план продвижения, какие есть подводные камни, каким цифрам примерно можно прийти, как более эффективно выстраивать коммуникацию, на кого настраиваться, какие там группы объявлений делать, какие видео записывать, примерно на какие темы. То есть у человека, у которого есть кейс вашей тематики, 100% эффективность работы для вашего бизнеса, для вашей онлайн школы, будет намного выше, чем, нежели вы будете работать с подрядчиком, с компанией или менеджером, у которого именно в вашей теме кейсов нет. То есть это первое, на что рекомендую все-таки обращать внимание. Следующий момент, это, конечно же, общение. В любом случае, если вы будете выбирать себе агентство для продвижения своего бизнеса или онлайн школы в YouTube, это будет делать какой-то определенный человек. И, соответственно, рекомендую с ним изначально пообщаться, понять, насколько комфортно вам будет в процессе работы, понять также компетентность, то есть обратить внимание на то, что этот человек говорит, как он говорит, насколько он интересуется вашей тематикой, какие вопросы он вам задает. То есть, чтобы понять, готов ли человек действительно углубиться в ваш проект и заниматься им как своим. Ну, по сути, да, я бы вот на это, на эти моменты смотрела. Ну и также понять компетентность, да, то есть если у человека какой-то или у компании, ну, в любом случае у менеджера вы будете общаться, есть ли у него какое-то видение, как именно ваш бизнес или вашу онлайн школу стоит продвигать на YouTube. Вот об этом следующий пункт. Здесь я рекомендую вам все-таки ознакомиться изначально с площадкой, естественно, с YouTube, да, чтобы понимать, как вы будете эффективность сотрудничества оценивать в итоге. Мы, например, когда берем проекты под ключ, мы сразу говорим, что мы будем смотреть на такие-то, такие-то показатели, для нас важно, чтобы там ваши видео вышли в рекомендации там и на главную страницу, либо в поиск, вот. И, соответственно, вам тоже необходимо ознакомиться с площадкой, чтобы понимать, как она работает хотя бы поверхностно, да. Ну, и следующий момент, это узнайте план действий, да, то есть определитесь с этапами работы, что будет сделано, почему будет сделано именно это. Кстати, если вы хотите узнать уже прямо сейчас свой собственный пошаговый план продвижения вашего бизнеса или онлайн школы через YouTube, то вот по подсказке в верхнем левом углу вы можете сейчас его бесплатно забрать. То есть у вас уже будет план действий, вот. Но в любом случае нужно определиться также с промежуточными результатами, отчетами. То есть что вы будете смотреть, фиксировать там количество переходов, там стоимость этих переходов, количество заявок с видео и как вы будете все это отслеживать. То есть вот этот момент вам тоже необходимо обсуждать с подрядчиком, с менеджером, либо с агентством. Ну, и, конечно, все, что вы обсудите, стоит внести в договор, то есть заключите договор, где будет прописано, какие работы будут выполняться, сколько они стоят, там сколько времени и так далее. Ну, это стандартный договор подряда можно заключать, да, либо оказание рекламных услуг, эти все договора есть в открытом доступе в интернете. Вот, соответственно, я считаю, что это вот основные такие пять важных, ключевых моментов, на которые стоит обращать внимание при выборе подрядчика. Что еще? Если вы совсем не знаете про это агентство ничего, да, или может быть там какая-то крупная сумма, то какая еще может быть рекомендация. Еще можете также посмотреть отзывы об этой компании и пообщаться, естественно, с клиентами о том, как они работали, как все это происходило. Ну, то есть, на мой взгляд, отзывы всегда доступны, и любой человек, который оставил отзыв, я думаю, он всегда может либо подтвердить, либо опровергнуть свои слова. То есть, вот еще такой момент. И посмотрите вообще социальные сети этой компании, этого агентства, либо менеджера. Что происходит у этого человека в соцсетях? Как давно они занимаются данной деятельностью, да? Какая там активность в соцсетях? Ну, вызывает ли доверие, да? То есть, может быть, человек ролики записывает, или посты пишет о своей работе, либо у него, наоборот, закрытый аккаунт, да, тогда стоит насторожиться. Или, может быть, там у него один пост всего выложен. Вот тут стоит подумать, да, стоит ли работать или не стоит. Вот, ну, наверное, пожалуй, это все моменты, которые я хотела вам сегодня рассказать по поводу того, как выбрать агентство для продвижения бизнеса или онлайн-школы через YouTube, да, либо менеджера канала. Если вам было полезно, то ставьте лайк, естественно, подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, потому что в следующих выпусках я буду рассказывать кейсы моего агентства и давать также полезные рекомендации по продвижению бизнеса и онлайн-школы через YouTube. И смотрите, конечно, обязательно полезные ролики, которые сейчас видите на экране. Ну, а с вами была Юлия Измайлова. До встречи. Пока. Пока.